Ранним утром пассажирский самолет авиакомпании Air France пролетел над красивейшим озером Виктория и приземлился на аэродроме Интебе в африканском государстве Уганды. Когда-то эту страну называли Африканской Швейцарией. Но пассажиры этого самолета не любовались чудесными пейзажами. Они находились в состоянии шока. Самолет был угнан террористами, которые посадили его на аэродроме, где базировались истребители угандийской армии. Случащие аэродрома доставили на борт воду, стюардессы разнесли ее пассажирам, которые немного приободрились и решили, что местные власти им помогут. Но когда их вывели из самолета, они увидели, что угандийские солдаты направляют автоматы не на террористов, а на заложников. Сотни людей поняли, что их жизнь зависит от чьей-то воли. И никто не знал, удастся ли им спастись. Старшим среди тех, кто в воскресенье 27 июня 1976-го пришел на конспиративную квартиру Народного фронта освобождения Палестины в городе Кувейте, был молодой немец по имени Вильфред Бёзе. Высокий, с голубыми глазами, он тесно сотрудничал с печально известным террористом по кришке Карлос. Этот венесуэлец, все настоящее имя Ильич Карлос Рамирос, наладил сотрудничество между Народным фронтом освобождения Палестины и западно-германскими леваками. Вильфред Бёзе был руководителем западно-германских революционных ячеек, малочисленной, но жестокой организации. Он помогал палестинцам еще во время резни, устроенной в 1972 году на Олимпийских играх в Мюнхене. Революционные ячейки получали оружие и деньги от палестинцев, и должны были эти деньги отрабатывать. В июле 1976 года палестинцы попросили захватить самолет французской авиакомпании. Помимо Вильфреда Бёзе, в акции участвовала его подружка Бригитта Кульман. Остальные двое были палестинцами. Все они два месяца проходили подготовку в Кувейте. Руководил операцией еще один друг Карлоса, и тоже выходец из Латинской Америки, Антонио де Гас Бувьер. План операции разработал член Политбюро Народного фронта освобождения Палестины доктор Вадди Хаддад, в ту пору главный стратег палестинского терроризма. Хаддад создал международную сеть террора, которая позволила боевикам свободно перемещаться из одной страны в другую, повсюду получая помощь и поддержку. Бригитта Кульман училась в педагогическом институте в Ганновере. Она заботилась о парализованных больных. Подруги считали ее необыкновенно чувствительной. Став террористкой, она превратилась в выступленную фанатичку. Ранним утром они с Вильфредом Берзе отправились в аэропорт, чтобы успеть на нужный им самолет. Немцы купили себе билеты первого класса. Бригитта Кульман надела парик и превратилась в блондинку. Боевики сели в самолет Air France, выполнявший рейс номер 139 до Парижа. 12 человек экипажа, 258 пассажиров. Оружие в самолет пронесли палестинцы, пистолеты чешского производства калибра 7,65 мм и гранаты. Времена были патриархальные. В аэропорту они прошли в зал для транзитных пассажиров и потому легко избежали предполетного контроля. В туалете один из палестинцев передал Вильфреду Берзе пистолет и гранаты. Когда самолет взял курс на Париж, Бригитта Кульман вскочила со своего места и встала в проходе. В руках у нее были гранаты. «Сесть!» – кричала она. «Всем сесть!» В кабине Вильфред Берзе приставил пистолет к голове пилота. По внутренней связи прозвучали слова, которые стали кошмаром для большинства пассажиров. «Мы – палестинцы. Все пассажиры взяты в заложники. Вас обменяют на узников свободы, которые томятся в израильских и европейских тюрьмах». Самолет сел в ливийском аэропорту Бенгази для дозаправки. Одна из пассажиров, британская подданная Патриция Хэммон, почувствовала боль в животе. Она была на седьмом месяце беременности. Террористы, увидев, что у Патриции началось кровотечение, поспешили от нее избавиться. Переговоры с местными властями заняли 9 часов. В конце концов, ее отправили в больницу, а самолет вылетел в Уганду. В Иерусалиме началось заседание Кнессета. Премьер-министр Ицхак Рабин информировал депутатов о ситуации. Среди пассажиров, захваченного палестинскими террористами самолета, больше ста израильтян. Вероятно, за ними террористы и охотятся. Судьба их в опасности. Можно ли вызволить заложников из беды? Вот вопрос, который задавали себе руководители страны. Разработать план спасения поручили министру обороны Шимону Пересу и начальнику генерального штаба генералу Мордыхаю Гуру. Пассажиров, захваченного французского самолета, держали в заброшенном двухэтажном здании старого аэродрома Энтебе. Угандийские солдаты несли охрану вокруг здания. Внутри находились террористы. Палестинцы и немка, которая не расставала с пистолетом и демонстрировала ненависть к заложникам. Ключевой становилась фигура президента Уганды Идиамина, жестокого, весьма ловкого диктатора. Он пришел к власти, свергнув своего предшественника Милтона Абота. Президент Уганды получал немалую помощь от Советского Союза. Ему давали оружие, угандийские летчики летали на мигах и обучали офицеров армии и спецслужб. Иди Амин, вспоминал советский посол в Угандии Дмитрий Сафонов, отличался заметным пристрастием к выпивке, особенно к русской водке, которую пил в больших количествах и не иначе, как из фужеров. Но почти не хмелел при этом. И то сказать здоров был физически. С приемов уходил одним из последних. Хозяевам приходилось подталкивать гостя к выходу. Наше предложение доставить его домой с усмешкой отклонял, садился за руль своего джипа и выезжал со двора с бешеной скоростью. Мы всегда боялись, что он разобьется где-нибудь на повороте. Но через 10-15 минут он обычно звонил в посольство. Окей, я еще жив. Маньяк. Он отличался необузданным нравом. Таким запомнил Иди Амина, заместитель председателя агентства печати новости, Карлен Хачатлай. Неугодившую ему жену, одну из многих, нашли расчлененной в багажнике брошенной машины. Говорят, не брезговал человечный. Наше посольство в Уганде твердило, Уганда самый надежный наш союзник в Восточной Африке. В стране установлен прогрессивный антиимпериалистический режим, Изгнавший западные монополии. Но и у наших сдали нервы, когда Иди Амин Отхлестал по щекам за неведомую провинность советского посла. Отношения были прерваны. Но когда члены советской колонии грузились на борт спецрейсового самолета, В аэропорт примчался президент Иди Амин с подаренной ему гармоникой. Он стал наигрывать, петь и приплясывать, Приглашая побитого им посла к парному танцу и примирению. Самолет вернулся в Москву порожняком, А советская колония радостно вернулась к воротам родного посольства. Министр обороны Израиля Шимон Перес Собрал всех, кто работал в Уганде с Иди Амином В те времена, когда между двумя государствами Еще существовали хорошие отношения. Бывшие военные советники, строители, разведчики В один голос утверждали, что президент Уганды Желает установить более тесные отношения с палестинцами И заодно продемонстрировать свою значимость Лидерам соседних африканских государств. Из этого следует, что президент Уганды Станет помогать террористам. Амин наверняка исходит из того, Что израильтяне беспомощны, Им придется вступить в переговоры И пойти на уступки. Но даже если Израиль удовлетворит требования угонщиков И выпустит палестинцев из тюрьм, Предупреждали знающие его люди, Появятся новые требования, И в конце концов заложников все равно убьют. Правда, возможно, Амин не решится Уничтожить столько иностранцев, Ведь среди заложников были французы, Немцы, американцы и англичане. Иди Амин прилетел в Энтебе на вертолете И появился перед заложниками вместе со своим 4-летним сыном. «Я уверен, вы все знаете меня», – сказал он. «Я фельдмаршал Иди Амин, президент Уганды. Вам не о чем беспокоиться. Я позабочусь о вас, как отец. Мы все дети Бога. Мы любим друг друга, И я прослежу за тем, чтобы вам не причинили вреда». В первую секунду у заложников вспыхнула надежда. Но вскоре в Энтебе появился еще десяток палестинских террористов. И ни один из ста с лишним угандийских солдат их не остановил. Президент Амин мог в любую минуту освободить всех заложников, Но он не собирался этого делать. Напротив, угандийские солдаты и террористы обнимались друг с другом. Террористы подружески беседовали с Амином. Появился Вильфред Безе с двумя террористами и обратился к заложникам. «Здесь очень тесно, это усложняет вам жизнь. Мы решили часть из вас переселить в другое помещение. Поначалу показалось, что это хорошая мысль. Но когда заложников стали выкликать по именам, Стало ясно, что отселяют только израильтян. Молодые израильтяне читали о том, что происходило с евреями при нацистах, Но они не думали, что и им предстоит пережить нечто подобное». Одна женщина зарыдала. Кто-то объяснил Вильфреду Безе, что она была узницей нацистского концлагеря, И вот опять немцы с оружием в руках отделяют евреев от христиан и уводят их. Безе было неприятно в сравнении с нацистами. Он сказал женщине, что она может остаться. На следующий день 47 пассажиров освободили и отправили в Париж. Вновь появился Амин, на сей раз в адмиральской форме. Скоро вы все вернетесь домой. Начальник генштаба генерал Гур вызвал полковника Барлева. Тот был руководителем израильской миссии в Уганде в 71-м, когда Идиамин совершил военный переворот. Они с Амином вроде бы остались в добрых отношениях. Каждый день полковник Барлев звонил Идиамину, убеждая его покончить с террористами. «Друг мой», — отвечал Амин, — «ты не понимаешь, что здесь происходит. Палестинцы повсюду заложили взрывчатку в самолете, в здании. Что я могу сделать?» «Я не верю, что ты не можешь решить какой-то вопрос в Уганде», — говорил полковник Барлев. «Ты хозяин страны. Это шанс, здорованный тебе Богом. Используй его, и получишь Нобелевскую премию мира. Ты бы лучше убедил свое правительство отпустить заключенных», — настаивал Амин. «Отдайте им людей, которых они просят выпустить». Премьер-министр Ицхак Рабин склонялся к необходимости выполнить условия террористов во имя спасения пассажиров захваченного самолета. У израильтян не было прямого канала связи с палестинцами. Израильское правительство телеграфировало свое посольство в Париже. Оттуда телеграммы передавались в Министерство иностранных дел Франции. Французы обращались к сомалийскому послу, а тот связывался с Иди Амином. От Амина информация поступала угонщикам самолета, которые консультировались со своим руководителем Вади Хаддадом. Сложности возникали на каждом шагу. Правительство Федеративной Республики Германии не желало выпускать осужденных членов террористической группы Баадера-Майнхов. Приближались выборы, и немецкие политики не хотели рисковать, представ в роли людей, которые капитулируют перед террористами. В среду министр обороны Перес доложил премьер-министру, что военное решение обретает зримые черты реальности. Но Рабин не хотел рисковать жизнями заложников. Шимон Перес и Ицхак Рабин были не только политическими соперниками. Люди разных темпераментов они друг друга терпеть не могли. Ицхак Рабин был профессиональным военным, возможно, поэтому хотел избежать применения силы. Шимон Перес немалую часть жизни проработал в Министерстве обороны, но при этом он оставался штатским человеком. Он родился в Польше. Семья эмигрировала в Палестину в 1934 году. Шимон работал в Кибуце, но рано увлекся политикой. На него обратил внимание первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион, который по совместительству исполнял и обязанности министра обороны. Он сделал Переса человеком номер два в Министерстве обороны. В армии Израиля военные отделены от гражданцев. Начальник генерального штаба командовал армией, а генеральный директор занимался вооружением и снабжением армии. Именно Шимон Перес и создавал военно-промышленный комплекс Израиля. Перес считал, что принес стране много больше пользы, чем некоторые генералы, но отсутствие погон ему здорово вредило. Почти все его политические соперники были отставными военными, участниками боевых действий. Героический ореол помогал им побеждать на выборах. Военное прошлое позволяло другим политикам принимать любые самые непопулярные решения. Им все прощалось. А либеральная линия Переса вызывала у многих сомнения. Именно поэтому иногда он принимал слишком жесткие решения. Хотел доказать, что способен и на такое. Под давлением главы правительства Рабина мрачно настроенные израильские министры все-таки согласились исполнить требования террористов и отпустить палестинцев, отбывающих срок в израильских тюрьмах. Когда радостная весть о том, что их требования будут выполнены, дошла до террористов, они отпустили в Париж еще 101 заложника. Отказался улететь только экипаж французского самолета. Командир корабля сказал, что покинет Энтебе только после освобождения последнего заложника. Теперь помимо экипажа в плену оставались одни израильтяне. Сбывались худшие прогнозы. Теперь, в случае чего, уже ничто не помешает террористам убить всех заложников. Министру обороны Пересу принесли письмо, написанное 12-летним мальчиком. Он выражал недоумение, почему армия обороны Израиля не может провести операцию и спасти заложников. Министру доложили о письме, потому что предложенный мальчиком план почти полностью повторял разработанный военными план операции. Готовить операцию поручили бригадному генералу Дану Шамрону. Шимон Перес все-таки добился разрешения продолжить разработку военного решения. Вместе с генералом Гуром они вновь и вновь прикидывали, как можно спасти заложников, вылететь в Уганду и ночью взять штурмом аэродром в Энтебе. Перес понимал, что операцию нужно провести до воскресенья, когда истекает срок предъявленного террористами ультиматума. Иначе говоря, у генерала Дана Шамрона было всего 48 часов. Генералу было 39 лет. Он начал службу в военно-десантных войсках еще в 1955 году. В шестидневную войну командовал батальоном, который первым достиг северного берега Суэцкого канала. Набрав лишний вес, он, как и Ариэль Шарон, перешел в танковые войска. В Октябрьскую войну 1973 года генерал Шамрон командовал механизированной бригадой, которая замкнула кольцо окружения вокруг 3-й египетской армии. Генерал Шамрон считал, что все решает скорость. Легковооруженные бойцы должны действовать очень быстро. Ему нужны были обученные бойцы спецназа со стрелковым оружием и армейские джипы с пулеметами. Своих людей он разбил на группы, которые должны были захватить контрольную башню аэродрома, новое здание аэропорта, где находились угандийские солдаты, старое здание с заложниками и вывести из строя базирующиеся на аэродроме истребители МИГ Угандийских военно-воздушных сил. Рядом с аэродромом находились казармы угандийской армии, где были расквартированы еще 2000 солдат. Шамрон предложил заминировать дорогу, чтобы их остановить. Один из пассажиров захваченного самолета, американец которого отпустили, сам прилетел в Тель-Авив, чтобы подробно рассказать израильтянам, что происходит в Энтебе. Разведчики беседовали с ним несколько часов, выясняя все детали. Самая важная информация состояла в том, что президент Уганды Иди Амин часто посещает заложников. Участников операции собрали на авиабазе в египетском Шар-Мар-Шейхе, который в ходе шестидневной войны был занят израильскими войсками. Участвовать в операции вызвались добровольцы из разных частей. Это были неразговорчивые люди, жесткие и выносливые. Все участники операции сдали личные вещи. Всем разрешили написать письма родным, которые будут вручены в случае их гибели. В пятницу ушла на тренировки. Вновь и вновь из стоявшего на поле самолета выкатывались два джипа. За ними бежали солдаты, которые должны были в считанные секунды подавить сопротивление террористов и угандийской армии и вытащить заложников. Причем исходили из того, что пассажиры могут быть ранены, больны или как минимум совершенно обессилены. Глубокой ночью генералу Шамрону доложили, что его подчиненные управятся за 45 минут. Дам Шамрон не сомневался в успехе. Но в Генштабе не разделяли его уверенности. В ночь на субботу офицеры оперативного управления вновь и вновь искали прорейхи в плане, прикидывая самые невероятные повороты событий. Всем было ясно, когда израильские транспортные самолеты приземлятся в НТБ, они будут крайне уязвимы. Одной автоматной очереди достаточно для того, чтобы вывести самолет из строя. Генерал Мордехай Гур считал, что потери будут очень высокими. 30 убитыми, 50 ранеными. Его преследовало страшное видение. Заложники гибнут во время перестрелки или угандийцы сбивают уже поднявшийся в воздух самолет с заложниками. Вместе со спецназом отправили врачей, опытных хирургов, способных оперировать в полевых условиях. Снабдили их запасом плазмы и крови, всех групп крови, которые были у бойцов атакующей группы. Хотели на всякий случай взять и кровь для всех заложников, в соответствии со списком пассажиров захваченного самолета. Но от этой мысли отказались, потому что это привлекло бы к себе внимание. И кто-то мог бы сообразить, что готовится военная операция. Израильским самолетам предстояло перелететь через всю Африку. Этой частью операции занимался командующий военно-воздушными силами Бенни Пеллет, в прошлом летчик-истребитель. Во время Октябрьской войны 1973-й он вел пресс-конференцию, объясняя журналистам ход боевых действий в воздухе. Прямо во время пресс-конференции ему передали записку. Прочитав ее, генерал Пеллет сказал, что один из его пилотов сбит, и продолжил отвечать на вопросы. Когда пресс-конференция закончилась, один из журналистов поинтересовался, знает ли он имя сбитого летчика. Конечно, ответил генерал Пеллет, это мой сын. План был такой. Три тяжелых транспортных самолета «Геркулес» полетят на минимальной высоте, ниже зоны действия радаров Египта, Ливии, Судана и Саудовской Аравии. Над ними будет «Боинг-707», который вылетит из Тель-Авива. Он будет виден на радарах, и все диспетчеры решат, что это регулярный рейс в Найроби. Над Эфиопией «Боинг» отвернет в сторону, а военно-транспортные самолеты поднимутся и займут на экранах это же место. Они полетят в тесном строю, чтобы на экранах радаров выглядеть как один самолет. В результате они доберутся до «Энтебе», прежде чем кто-то вообще сообразит, что происходит. Но для возвращения домой самолетам не хватит топлива. Решили так. Если останется время, дозаправятся в «Энтебе». Если нет, самолеты, приняв на борт заложников, должны подняться в воздух и долететь до ближайшего безопасного аэродрома. В Кении или на Сейшельских островах. Сейшелы предпочтительны. Но и прогноз погоды был неблагоприятным. Волнение на Красном море означало, что самолеты не смогут лететь очень низко, и расход топлива увеличится. Скорее всего, они не сумеют дозаправиться в «Энтебе» и не доберутся до Сейшел. Тогда остается только сесть в Кении. Но правительство Кении могло и отказать израильским самолетам в посадке. «Если нам придется сесть в Найробе, мы сядем», твердо сказал генерал Гур. «Если не будет иного выхода, прибегнем к силе». Генерал Гур был когда-то командиром 1-го воздушно-десантного батальона в армии обороны Израиля. В 1967 году его солдаты первыми пробились в Иерусалиме к стене плача. Дипломатические последствия перестрелки в аэропорту на Аэробе были очевидны. Но израильские руководители не собирались бросать своих людей на произвол судьбы, если уж их удастся вырвать из лап террористов. Они пришли к выводу, что если на борту будут раненые, кенийские власти, скорее всего, разрешат посадку. Но на всякий случай в районе аэропорта нужны свои люди. Утром агенты израильской политической разведки МОСАД стали занимать стратегически важные позиции в аэропорту кенийской столицы. Двумя днями ранее в Найробе прилетел рейсовый самолет израильской авиакомпании. Среди пассажиров было много людей в летной форме, которые значились как сменные экипажи для будущих рейсов. Все это были сотрудники разведки. А премьер-министр Рабин вел бесконечные беседы с министром обороны, начальником генштаба и другими министрами. Он опасался, что операция обойдется слишком дорого. И он боялся, что Израиль потеряет друзей в мире, когда станет известна военная операция на территории другого государства. Хотя юристы доказывали, что есть очевидные доказательства сотрудничества Иди Амина и его армии с палестинскими террористами. В такой ситуации международное право позволяет Израилю предпринять действия для спасения своих граждан, которых незаконно доставили на территорию Уганды. Ицхак Рабин был самым осторожным среди своих министров. Он понимал, что провал операции поставит крест на его карьере. И все-таки он разрешил рейд на Интебе. Возможно, на него повлияла его предшественница на посту премьер-министра Голдемейр, которая высказалась в своей резкой манере. Если у тебя не хватит мужества действовать, ты не годишься даже на то, чтобы прогуливать собаку по улице. Генерал Пелет находился на борту Боинга 707, который официально выполнял внеочередной рейд номер 167 в Найроби. На самом деле самолет был превращен в летающий командный пункт. В кабине установили стол с подсвеченным снизу планом Интебе. Это позволяло следить за действиями каждого подразделения. Генерал Пелет располагал системой закрытой связи с генштабом и с израильскими разведчиками в Уганде. Летающий штаб кружил над Интебе в мертвой зоне наземного радара. Угандийцы даже не подозревали его присутствия в небе. В субботу у заложников в Интебе закончилась вода. Они находились в бедственном положении. Пожилые люди впали в беспамятство. Нескольких заложников палестинцы избили. Дети плакали, матери, сами напуганные, не могли их успокоить. Было невыносимо жарко и душно. Туалеты не работали. Даже угандийцы забеспокоились. Им не нужна была эпидемия. Одну из заложниц, Дору Блох, ей было 73 года, пришлось отправить в больницу. Она знала семь языков и помогала заложникам, которые не могли объясниться друг с другом. Больше ее живой никто не видел. Угандийские солдаты спасались от жары холодным пивом. Руководитель группы террористов Антонио привез из Кампалы известие о том, что правительство Израиля капитулировало и выпустит осужденных палестинцев. Боевики торжествовали победами. Они ждали сообщения о прибытии самолета с освобожденными палестинцами. Бригитта Кульман была довольна страданиями заложников. Когда в ее присутствии заплакал ребенок, она приказала ему замолчать и сильно ударила по лицу. С заложниками она обращалась, как надзирательница в концлагере. За глаза ее и называли нацистской шлюхой. В пять вечера в Энтебе опять появился президент Иди Амин. Я делаю, что могу. Во всем виновата ваше правительство. Если оно не примет требования палестинцев завтра до полудня, это будет его вина, не моя и не палестинцев. Палестинцы делают то, что должны. Завтра все закончится, мрачно добавил Амин. Обещаю. Израильские разведчики добрались до Уганды и вышли на связь. Одна группа должна была перерезать телефонный кабель, связывающий аэродром с внешним миром. Вторая – оседлать дорогу, по которой угандийцы могут получить подкрепление. Еще несколько агентов находили в столице Уганды, в Кампале. Им предстояло предупредить командование, если в столице начнется тревога. Когда наступила ночь, израильские агенты заняли позиции вокруг аэродрома. Они заложили взрывчатку на всех линиях связи, готовые отрезать НТБ от страны. Над водами озера Виктории мелькнули три огромных гиркулеса. Была одна минута первого. Начался новый день – воскресенье. Это самолетовая компания «Эль-Аль» номер 166 с заключенными из Тель-Авива. – произнес израильский пилот. – Прошу разрешение на посадку. Самолет с освобожденными из израильских тюрем палестинцами ждали в НТБ. Но угандийские диспетчеры были поражены. Откуда так неожиданно возник этот самолет? Еще два они просто не заметили. Они попытались связаться с начальством в столице, чтобы получить инструкции, но телефоны почему-то молчали. Один за другим все три самолета приземлились. Посадочные огни пилоты включали в самый последний момент. Неизвестные самолеты на Дентебе видели на своих радарах операторы в столице Кения. Но они не собирались предупреждать Идиамина, который претендовал на немалую часть кенийской территории и грозил отобрать ее силы. Кенийцы с интересом и, может быть, с удовольствием наблюдали за операцией. Полет продолжался семь с лишним часов. Из-за непогоды самолеты сильно болтало. Израильские солдаты страдали от морской болезни, но понимали, что шторм прикрывает их от радаров арабских стран. Командиром группы генерал Шамрон назначил подполковника Йонатана Натаньяху, служившего в спецназе на голландских высотах. Ему было 30 лет. Он родился в семье Равина в Нью-Йорке, но уехал в Израиль, чтобы отслужить в армии. В шестидневную войну был ранен. Он год проучился в Гарвардском университете, но предпочел вернуться в Израиль и стать кадровым офицером. Натаньяху был отмечен в Октябрьскую войну за то, что вытащил из-под обстрела раненого. «Наше государство существует и будет существовать, пока мы можем постоять за себя», писал родным молодой офицер Йонатан Натаньяху. «Я предпочитаю жить в состоянии постоянной войны, чем быть частью народа с китайцами. Так как у меня нет желания рассказывать своим внукам о том, что когда-то в 20 веке возникло было еврейское государство, но просуществовало недолго, я намереваюсь держаться здесь изо всех сил». Сразу после посадки из первого транспортного самолета выкатился черный «Мерседес» в сопровождении двух лендроверов. За рулем сидели загримированные под африканцев и израильтяне. На таких машинах ездил президент Амир. И на аэродроме все решили, что угандийский президент появился вновь. Только когда машины приблизились, один из угандийцев заметил, что сидящие в машине держат в руках израильские автоматы УЗИ, а не советские Калашниковы. Он схватился за оружие и стал первым, кому суждено было умереть в МТБ. Когда раздались первые выстрелы, бойцы Нетаньяху уже были возле здания аэродрома. Они вели прицельный огонь, который ошеломил угандийцев, не ожидавших нападений. Ни террористы, ни угандийская армия и в страшном сне не могли представить, что с неба на них свалятся израильтяне. Ночной бой несет массу неожиданностей. Но угандийцы не сумели оказать сопротивление. Они просто побежали, не понимая, кто на них напал. Один из израильтян доложил на летающий командный пункт. Мы уже в здании. Подполковник Нетаньяху и его люди искали и заложников, и террористов. Бригетта Кульман успела выстрелить один раз и была застрелена. Вильфред Безе схватился за автомат, но не успел сделать ни одного выстрела. Палестинские боевики пытались убежать, но не сумели скрыться. Когда израильтяне ворвались в зал с заложниками, они не знали, кто перед ними, и кричали на иврите «всем лежать!». Но несколько человек вскочило. Одного из них, уроженца Марокко с темным цветом кожи, приняли за палестинца и застрелили. Подполковник Нетаньяху сумел захватить здание практически без жертв. Он доложил, что задание выполнено. Вышел из здания, и в этот момент его взял на мушку угандийский солдат, спрятавшийся на контрольной вышке. Пуле попало ему в спину. Нетаньяху умер мгновенно. Один из врачей бросился к нему, но ничего не смог сделать. Он сообщил по радио. В Йони попали. Министр обороны Шимон Перес сидел в своем кабинете, когда ему сообщили, что подполковник Нетаньяху ранен. Через 40 минут уточнили. Йони убит. Перес считал его своим младшим другом. Один из генералов, находившихся в генштабе, с особым волнением следил за происходившим. Он потерял одного сына в Октябрьской войне 1973 года. Его второй сын был в атакующей группе. Услышав об этом, генерал Гур взорвался. Почему мне об этом не доложили? Ты же знаешь правила, если один сын погиб, второго не посылаем на опасное задание. Генерал, чей сын в эту минуту был в бою, встал и ответил холодно. Мой сын не виноват, что его брат погиб. Он тоже имеет право сражаться за свою страну. Спецназ должен был захватить контрольную башню и вывести из строя истребители, чтобы угандийцы не сбили уже взлетевшие транспортные самолеты с заложников. После перестрелки израильтяне забросали угандийцев гранатами. Группа, которая должна была вывести из строя истребители, тоже попала под огонь. И опять в ход пошли гранаты. Когда взорвался первый из заправленных самолетов, угандийцы отступили. Они ожидали подкрепления, но оно так и не появилось. В казармах у солдат не было оружия. Идиамин обезоружил собственных солдат, чтобы они не могли участвовать в военном перевороте во время его отсутствия. Он не слишком доверял собственной армии. 104 заложника и 12 членов экипажа внезапно оказались в центре чудовищного хаоса. Стрельба, гранаты. Они решили, что настал их смертный час. Некоторые заложники решили, что это президент Идиамин, прислал своих солдат их освободить. И сражение идет между угандийцами и террористами. Только услышав родную речь, они осознали, что пришла помощь. Когда перестрелка на крыше закончилась, они услышали. Уходим быстро. Многие не успели одеться, другие с трудом шли. Они были потрясены происшедшим. Рядом с ними оказались израильские солдаты, которые помогали им и успокаивали. Солдаты стояли вокруг самолетов, защищая своими телами заложников. В самолете их встречали врачи, спрашивая, кому нужна помощь. Врачами руководил будущий заместитель министра обороны Фрейм Сне. Он вспоминал позднее. Я занимался раненым, лежавшим на летном поле. И вдруг услышал позади себя шаги множества людей. Я обернулся и увидел толпу. Мужчин, женщин, стариков и детей. Это были освобожденные заложники. Наши десантники вели их к самолету. И у меня возникла ассоциация с Холокостом. Но там евреев вели к смерти. Здесь мы возвращали их к жизни. Солдаты, обыскав все здание, убедились, что никто из заложников не забыт. Тела убитых перенесли в самолет. С момента начала операции прошло 53 минуты. Не получалось только заправиться. Врачи говорили, что раненый в перестрелке солдат в критическом состоянии. Генерал Бенни Пеллет пришел к выводу, что риск потерять его перевешивает преимущество заправки в НТБ. Генерал Дан Шамрон получил приказ взлетать. Он поднялся в воздух на последнем самолете. Угандийский офицер, увидев, что нападавшие исчезли, выключил огни на взлетно-посадочной полосе. Пилот взлетел вслепую. Выслушав доклад о благополучном завершении операции, начальник генштаба генерал Гур сказал, мы это сделали. Министр обороны Шимон Террес предложил полковнику Барлеву. Позвоним Иди Амином? Президент Уганда изумился. Что ты мне звонишь в среди ночи? Полковник сказал невинным голосом. Большое спасибо, господин президент, за сотрудничество и помощь. За что спасибо? Удивился спросонья Иди Амин. Полковник Барлев понял, что угандийские офицеры не посмели разбудить Иди Амина, чтобы сообщить о случившемся. Они знали своего президента и понимали, что ждет того, кто принесет дурные новости. В самолете спасенные заложники дремали или потрясенные пытались осмыслить, что с ними произошло. С восхищением смотрели на солдат. Как они сумели это сделать? Аэропорт имени Бен-Гуриона был уже полон людей, которые пришли и встречали. Блистательно проведенная операция в НТБ стала сюжетом многих книг и киноведей. и подвигла спецслужбы других государств на дерзкие акции. На похороны погибшего подполковника Нетаньяху приехал министр обороны Перес. Операция в НТБ, сказал он, единственная в своем роде в военной истории. Она доказала, что мы способны защитить не только свои границы и своих людей, но и свое достоинство. Йонатан Нетаньяху был одним из тех, кто командовал операцией, безупречный во всех отношениях, но потребовавший к нашему горе и ни с чем не сравнимый с жертвой. Он первым вступил в бой и погиб первым. Смерть Йонатана Нетаньяху была большим горем для семьи. Его младший брат, Беньямин, архитектор по профессии, решил заняться политикой, в чем и преуспел. Младший Нетаньяху уехал из Америки, где он учился, чтобы пройти в Израиле обязательную военную службу и попал в батальон особого назначения. Он, в свою очередь, участвовал в освобождении захваченного террористами самолета авиакомпании Сабена. Став главой правительства, Беньямин Нетаньяху даст санкцию на проведение антитеррористической операции, которая закончится оглушительным провалом. Но об этом в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok